на канале даниила и ларисы сегодняшнее наше видео посвящено дегустации салями милана салями милана кстати ларис дай мне интересно по весу тут у нас записан вес салями милана мы поставили на возле на вызревание 15 15 06 сегодня 26 07 то есть вызревала она у нас 40 дней алмазка палочки мы ставили весом 470 грамм интересно что сейчас получилось после вызревания 345 минус 470 грамм 130 грамм эта палочка усушилась эту палочку мы ставили 430 грамм на вызревание сейчас 420 грамм 320 грамм 430 320 110 грамм усушилась но она сама по себе меньше чем отличаются эти две колбасы если вы смотрели наше видео вы помните это колбаса сделано натуральной оболочки эта колбаса сделана в коллагеновой оболочке мы специально делали их двух видов чтобы показать разницу в результате ну и собственно говоря посмотреть сами итак друзья мне немножко волнуюсь салями так сказать считаю высшим пилотажем но ничего не поделаешь надо начинать так начнем с этой натуральной оболочки сейчас я покажу поближе и расскажу на вкус значит колбаска у нас выглядит на срезе вот так вот срезанный кусочек у нас выглядит вот так вот то есть она достаточно однородная немножко есть небольшие пустоты в некоторых местах как вы видите ну вот мы с этим боремся 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 я думаю что наконец поборем очень красивый срез и сейчас моя папа белиссимо просто белиссимо единственное штамм она не такая твердая как должна быть на мой взгляд настоящая салями она все-таки недостаточно вот плотная не такая немножко рыхлая структура я попробовал очень тоненькая тоненьким кусочком нарезать кусочек рассыпается но вкус просто потрясающе рассчитаем что это колбаса удалось лиза так считает тоже без ради себя ой твоего лицо щас лиза в кадр дистать тебе приступим ко второй это лиза на порция приступим друзья ко второй тоже результат интересен может быть ничего неожиданного немножко другой запах это более мягкая по запаху то есть это более такой резкий запах солями у этой более мягкие она по вкусу очень сильно отличается от солями на поле которую мы делали и дегустировали недавно как вы помните если вы регулярно смотрите наш канал посмотрим как она режется то же самое на рыхлая получилась немножко рыхловато я вот такая вот она очень красивая на срез но немножко ли рыхловато я и попробуем на вкус если честно две разные колбасы две разные колбасы я даже не могу сказать какой оболочки вкуснее она и та и та вкусная и та и та с характерным вкусом именно хорошей сыровяленой колбасы единственный недостаток это рыхлая структура вот еще кусочек визе остался на пробу как же это резюмировать даже не знаю но в любом случае солями у нас получился значит как я думаю следующий раз с этим побороться я думаю первую недельку вызревания положить ее досточку сверху досточку и груз чтобы она немножко спрессовалась но будем готовить следующие солями будем готовить естественно другого вида и попробуем этот метод потому что колбаса получается невероятно вкусная но структура вот нету нету той твердости которая должна быть у солями я все-таки думаю что в те солями которые мы покупают так или иначе добавляют какую-то химию какие-то цитраты какие-то фосфаты которые склеивают этот фарш и получается совершенно однородная колбаса мы как вы знаете этого не делаем но получаем такой результат на самом деле результатом я очень доволен друзья я как бы считаю что солями милана у нас получилось и получилось очень здорово с одним небольшим недостатком который я естественно вам показал тоже если вы кстати сталкивались с этим и знаете какие-то другие методы работы с этим недостатком пожалуйста пишите об этом в комментариях ну и собственно говоря я желаю вам чтобы у вас солями тоже получалось надеюсь что это видео друзья было для вас полезным подписывайтесь на наш канал ставьте лайки а мы будем снимать для вас новые видео всего доброго пока